Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня поговорим по поводу инвестиций Binance и, соответственно, интересный момент я нашел по поводу LUNA Classic, то есть LUNA 2.0 у них есть. Смотрите, у них также имеется UST Terra Classic и также у них имеется вот здесь Terra Classic, то есть они в нее тоже проинвестировали. Заходим вот в Binance Labs и также, если зайти на тот же сервис Messiah.io, зайти в Terra Luna Classic, тут также имеется Binance Labs. Ну, не знаю, может быть, они просто перенесли, соответственно, из обычной LUNA, якобы она изначально инвестировала в LUNA обычную, но, как бы, не знаю, я сомневаюсь сильно, потому что здесь указано и Terra Luna, и UST, и Terra Classic, поэтому, скорее всего, все-таки, как бы, они проинвестировали по новой. Не знаю, в чем, конечно, смысл, но давайте глянем на цену. Так, ну что, ребят, ну здесь мы находимся в боковичке таком, в моменте мы подлетали до 20 баксов, даже до 25, и, соответственно, сейчас находимся в таком унылом боковике. Объемов практически нету, ну, как бы, ну, как есть, понятное дело, но не такие уже большие. Здесь, видите, 5 миллионов там и так далее, где-то проскакивает десятки миллионов, но на вот таких вот пампах и каких-то отстрелах. Опять же-таки, если мы закрепимся, как я сказал, за 4 доллара, тогда можно увидеть, будет какое-то движение. На текущем этапе пока это слишком сомнительно, и я бы особо на это не рассчитывал. Если кто надеется на какие-то бешеные там пампы, что там Луна улетит до отметки в 100 долларов, ну, я бы на это не надеялся. Я напоминаю, что там допечатали овер до хрена монеты, и очень сложно будет подняться. Плюс монеты продолжают там вбрасываться в рынок, и эмиссия, я, насколько помню, там не ограничена, поэтому имейте это в виду. По поводу Луны Си, стоит ли в нее заходить, ну, опять же-таки, она показала хороший памп, сейчас находится в боковике, вполне возможно, может, она выстрелит и покажет нам новые максимумы. И если закрепимся за отметку вот этих вот тел свечи, соответственно, вот здесь за сколько, 16 тысяч, ну, в идеале хотя бы за 15, то можем увидеть после вот этой вот консолидации в боковике какой-то выход наверх. Поэтому, как мы видим, цену ниже не дают, если все-таки закрепимся за отметку здесь, ну, критическая отметка такая 8 тысяч, ну, здесь уровень поддержки где-то в районе 900-9200. Если ниже него упадем, то в целом дальнейшее движение вниз обеспечено. Как мы видим, крупный капитал поддерживает цену, не знаю, с какой целью, но пока что мы здесь находимся уже в накоплении где-то приблизительно около полутора месяца. Вот, ну, если округлить, то месяц. Вот, если же по поводу USTC, в моменте мы поднимались до таких отметок, как где-то в районе даже 10 центов, кто хотел, можно было вернуть свои бабки. Я не фиксировался, говорю сразу, потому что, ну, какой смысл, я не люблю фиксировать минусы и не собираюсь. Как мы видим, здесь у нас сформировалась нисходящая формация, тем более я там получу сколько, 10% от той суммы, что у меня было. Поэтому, а вдруг отрастет, что называется. Я в этом сильно, конечно, сомневаюсь, но, как бы, а вдруг. Вот, поэтому вот такая вот у нас формация, как мы видим, нисходящий канал вполне может он прострелить наверх. Опять же-таки, нужно учитывать, что маржиналки на стейблкоине, ну, в кавычках, да, UST здесь нету. Но, как мы видим, в принципе, какие-то вот такие вот прострелы у нас наблюдаются. И, в целом, если кто откупал самое днище по данному стейблу, да, считай, как криптовалюта, он стрельнул тогда на где-то практически 12x, ну, если округлить, где-то 10. Поэтому, посмотрим, пока движется тут за дно, я бы в него не заходил бы, ну, смысла особого не вижу. Люди просто активно его сливают, и за счет того, что цена падает, естественно, это подстегивает сливать его еще быстрее. Поэтому, по поводу вот этих вот парашных токенов, я не вижу никакого смысла в них инвестировать, что луна BUSD, что луна, соответственно, USDT, там все аналогично. Поэтому, ребят, забейте на это болт, бабки вам уже никто не вернет, и то, что там луна 2.0, можете даже не надеяться. Если шарово как-то выстрелит вот эта вот монета, ну, за эту монету у меня там пару центов буквально лежит данных монет, что мне насыпали. За те монеты, что я закупал на 800 баксов на вот этом падении. Вот, на самом деле, я мог выйти по 20 баксов и выйти в 0, но, к сожалению, я поздно проснулся, да, в тот момент, и не думал, что она так подлетит. Ну, подлетела, как бы, хотя по 20 долларов я мог выйти в 0 и забрать свои 800 бачей. Если выстрелит, у меня стоит лимитка там, и, в принципе, когда-нибудь, может быть, я выйду в 0, ну, не выйду, окей. Я понимал, что я шел на риски, мог забрать, ну, хрен по ним, как бы, окей. Для меня это не критическая сумма на тот момент была, поэтому, я думаю, ничего страшного. Восстановится, окей, выйду в 0, не восстановится, ну, хрен по ней, как бы, сумма не критичная. Поэтому, а по поводу USDC, я уже смирился еще, когда был скам у нас, поэтому, еще когда он в мае произошел. Поэтому, ребят, данная монета уже существует у нас, сколько, считай, почти 3 месяца, да, 3 месяца, и, как бы, она пока что не рыпается. Люди активно ее сливают, и, в целом, падение продолжается. Поэтому такие мысли. Ну, а Binance зачем инвестировала? Да хрен его знает. Может быть, я говорю, либо просто перенесли те инвестиции из обычной Луны и добавили, что, якобы, они инвестировали в Луна C, в USDC, и, соответственно, в Луну 2.0. Но, как бы, не знаю, что-то мне сильно сомнительно, я не думаю, что они проинвестировали, хотя, может быть, они уже заработали, а там осталась информация. Поэтому, напишите, кто в курсе, я вам осветил вот такую тему по поводу данных монет. Ну, закупать их я не вижу никакого смысла, поэтому бабки вам никто не вернет, просто забудьте. Вот, шаровый памп возможен, но, опять же таки, маловероятно, посмотрим. Вот.